У коммунальным сельскохозяйственным унитарным предпринимателям Брылёва Гомского района Городиной займается уже некакие 10 годов. Зараз на палетках господарки около 15 культур, каждый из которых мая до того же до 10 годов. Такая разностайность позволяет отрымливать урожай в открытом грунте с початку лета до середины осени. В общем, выбор культур у значной ступени залежит от потреб рынка, але некоторые из них начали выросшивать еще и по причине изменения климатичных умов. Размова у приватности об так же червоном перце и спаршовой фасоли. Хоть по великим рахункам повышение середних температур приносит больше проблем, чем плюсов, але везде можно снасти и тут. В частности, в нашем хозяйстве есть две дождевальные машины кругового движения, четыре машины передвижные дождевальные, поэтому это нам позволило все-таки, несмотря на эту жару и несмотря на дефицит влаги, получить хороший урожай. В частности, вот сейчас мы закончили уже уборку гороха и урожай на один центр даже больше, чем по сравнению с прошлым уводом. Для того, как зарабить выники работы больше стабильными, у Ксуп Брылёва займаются выросшиванием городины не только в открытом грунте, але и в теплицах. Тут перший урожай отримливается еще у лютым, а пошки у листопаде, что дозволяя не только забеспечивать потребы мясцового населенства, але и реализовывать продукцию у инча регионы. Тем больше, что при доброй урожайности можно различивать на великие объемы. Тепличная господарка Уксуп Брылёва истнует 30 годов. Летость тут с кожного квадратного метра отримали по 51 килограмму огурков и помидоров. Это самый лепший выник у Гомельской области. Уластная перепроцовка Уксуп Брылёва заявилась еще в 1946 году, але за правды сучасную вытворчусь, где Городину можно как консервовать, так и замороживать, открыли 7 годов тому, что, до речи, дозволило заменить на внутреннем рынке значную частку импортной продукции. Летость, например, тут заморозили только спаржевые фасоли, больше 500 тонн. Сегодня так кажуть, и ее будет еще больше. При этом господарцы не утуевают. Для того, как конкурировать с замежными вытворцами, необходимо выкористовывать сучасные технологии. Напрямую работаем с многими иностранными фирмами, которые имеют дилерские центры на территории Республики Беларусь. И изучение всех новых сортов и технологий дает очень хороший результат. Если, скажем, в 1995 году мы производили до 3000 тонн овощей в открытом грунте, то уже в 2014 году мы получили 10 112 тонн. Олег Синчуров, Валерий Хабанько, Телерадо, компания Гомель.